Томас Кейсборг Живописец и гравер, один из самых выдающихся и разносторонних английских художников 18 века. Знаменит своими изысканными портретами и идиллическими ландшафтами, которые служили образцами для таких мастеров пейзажа, как Джон Констебл и Юлиан Тёрдер. Из всех английских художников 18-го столетия Томас Кейсборг был самым изобретательным и оригинальным, всегда готовым экспериментировать с новыми идеями и техниками. При этом он все же жаловался на своего соперника сэра Джошуа Райнолса. Несмотря на свой огромный успех как портретиста, Кейсборг отдавал предпочтение пейзажам, хотя тогда они были непопулярны у публики. В отличие от Рейнольца, он не был большим сторонником академических традиций и насмехался над модой на историческую живопись. Искусствовед Мерри Вудал назвала его интуитивным художником, восхищавшимся поэзией красок. Его знаменитые картины «Мальчик голубом», «Портрет дамы в голубом», «Утренняя прогулка», «Портрет четы Эндрюс», «Портрет актрисы Сары Сиданс». В качестве модели Кейсборг пригласил мальчишку, сына торговца со скобяной лавки. История сохранила его имя, Джонатан Баттл. Но разве скажешь, что перед зрителем небогатый мальчуган? Нет. Живописец нарядил его в богатый аристократический костюм, переливающийся своей атласной тканью. Красивая поза, гордая осанка. Его черты сына торговца стали приобретать холеность. А поза – дворянское благородство. Лишь очаровательный румянец и простота во взгляде выдает в нем бесхитростного ребенка. Известно, что в разные периоды творчества Кейсборг увлекался различными предшественниками от мира искусства. В этой работе явно читается след Антони Савандейка. Кейсборг улишает портрет нарочитой парадности. Непринужденная поза, живое выражение на лице – все это придает работе эмоциональность и очарование. Главная красота картины, конечно же, в колористическом исполнении. Здесь мастер использует свой излюбленный прием, а именно растворение одного цвета в другом. На генеральный тон автор аккуратными мазками накладывает цвет, отличающийся по тону. Оттого фактура получается текучий и переливающийся. Живописная поверхность портрета дамы в голубом светится холодными мерцающими красками. Тонкими и нежными переливами голубого цвета отмечены атласный шарф, лежащий поверх тонкого полупрозрачного белого платья. Маленькая изящная шляпка и кажется, что даже в напудренных волосах присутствует от света голубого. Имя изображенной артистократки остается загадкой для исследователей творчества мастера. Выдвигались предположения, что на полотне изображена герцогиня Дебуфор. Однако это не подтверждено. Полотно «Картинная утренняя прогулка» создано в 1785 году. Основой для картины послужил холст и масло. Размеры ее поражают воображение. Высота полотна составляет порядка 3,9 метра. Ширина 2,9 метра. Удивительно, но известен не только автор картины, но также и имена тех, кто на ней изображен. Центральное место на полотне занимает молодая пара, прогуливающаяся под ручку в компании веселого белого пса. Героями картины стали реальные люди – Уильям Халет и Элизабет Стефен, будущий муж и жена. К моменту написания полотна молодым людям едва исполнилось по 21 году. Они еще весьма юны, неопытны и потому невинны. Полотно создано до свадьбы и, видимо, являло свадебным подарком. Соединив в картине талант портретиста с мастерством пейзажной живописи, Томас Гейнсбору изобразил молодых влюбленных на фоне обычного лесного пейзажа. Юноша и девушка богато одеты. Их костюмы совершенно не подходят для дальней прогулки, но прекрасно подчеркивают социальный статус и положение в обществе. Светлое платье девушки обильно украшено рюшами. Тонкость талии подчеркивает черный поясок. Волосы девушки распущены. По обычаям того времени ее голова покрыта широкополой шляпой с несколькими страусиными перьями. Юноша одет в черный фраг, полу которого он придерживает левой рукой. Правая рука согнута в локте для того, чтобы на нее с удобством могла опериться шестующая рядом леди. Молодой человек носит серый парик. Взгляды гуляющей пары устремлены куда-то вбок. Всем своим видом они стараются показать, что происходящее является обычной прогулкой, обыденным действием, на котором не стоит отцентрировать внимание. Бегущий рядом с девушкой белый пес пытается заинтересовать своих хозяев, но ему это не удается. Взгляд персонажей на картине затуманен. Они наслаждаются тишиной и друг друга. В портрете мистера Эндрюса с женой органично сочетаются два жанра, которые составили славу Гейнсборо – портрет и пейзаж. Что касается последнего, то он написан с необычной точностью, если так можно выразиться, топографичностью. Например, белая башня, виднеющаяся вдали за кронами деревьев, это вполне конкретная башня церкви Святого Петра, где в 1748 году венчались мистер и миссис Эндрюс. Работая над портретом мистера Эндрюса с женой, Гейнсборо сначала изобразил фигуру людей, а затем пейзаж. Любопытно, что, собственно, с заказчиков мистера и миссис Эндрюс художник написал только лица. Их позы и платья он дописывал у себя в мастерской при помощи манекенов, одетых подобающим образом. Нужно сказать, что Гейнсборо всегда писал драпировки самостоятельно, из головы. Работая с моделью, ему для этого не требовалось. Тем удивительно его умение передавать фактуру ткани и располагать ее складки самым естественным образом, так что ни один, даже самый искушенный зритель не смог бы заподозрить, что эти складки, тени и блики являются плодом воображения мастера. Весьма искусно, например, написано голубое платье миссис Эндрюс. Художнику замечательно удалось перенести на холст блеск и прохладу атласной ткани. Портрет актрисы Сары Сидонс – один из поздних портретных шедевров Томаса Гейнсборо. Знаменитую английскую трагическую актрису, прославившуюся ролью леди Макбет, писали многие. В их числе коллега по Королевской академии и конкурент Гейнсборо – Джошуа Рейнольдс. Однако, в отличие от любящего драматические спецэффекты Рейнольдса, Гейнсборо показывает зрителю не театральную, а настоящую Сару. Чуждому рассудочности Гейнсборо лучше всего удавались портреты не заказные, а написанные по собственному желанию. И портрет Сары Сидонс принадлежит к числу таких. Художник писал актрису не ради заработка, а из чувства человеческой симпатии и солидарности. Как и Гейнсборо, Сара происходила из не особо состоятельной многодетной семьи и добилась признания лишь собственным трудолюбимым талантом. Гейнсборо, больше чем аллегорием, доверяет своей спонтанной способностью ухватывать и воссоздавать человеческую индивидуальность. В его версии портрета Сары Сидонс нет никаких намеков на актерскую профессию героини, поскольку Гейнсборо мало интересуется созданием типического. Ему не слишком важен статус или общественное положение, ценен только характер, человеческая индивидуальность. В Саре он видит не актрису, а живого собеседника, умного и темпераментного. Перед нами красивая и волевая женщина, с изящным и немного хищным профилем, одета повседневное платье в полоску. Ее палевый шарф и коричневый мех контрастируют с голубыми лентами в отделке платья, но еще более травматическим контрастом. Выступает массивная черная шляпа с пером на ярко-красном фоне. Сара на портрете выглядит очень уверенной, взгляд ее кари-глаз остер и насмешлив. Она явно знает себе цену, но не опускается до высокомерия. Курьезно, что техническую сложность для художника представлял профиль Сары, данный в развороте 3х4. Кейнсбург никак не удавалось достоверно передать форму, и он добродушно ворчал. Треклятый нос, конца ему нет. Один из тех, кто позднее анализировал портрет Сары Сидденс, даже доказывал, что вся картина построена на носах. То есть в ее отдельных элементах повторяются очертания характерного носа актрисы. Томас Кейнсбург начал рисовать еще в детстве, и в 13 лет уговорил своего отца отправить его на учебу в Лондон. У разорившегося торговца шерстью и многодетного родителя Джона Кейнсбург вряд ли нашлись бы деньги на обучение отпрыска, если бы не трагедия в семье. Его брат и племянник были убиты при нераскрытых обстоятельствах, оставив своим родственникам приличное наследство. Дарья Томаса Кейнсбург, тоже, кстати, Томас, завещал 40 фунтов стерлингов, чтобы мальчик нашел себе легкое ремесло. Именно эти деньги, как пишет Марк Биллс, директор дома Кейнсбург в Садбери, позволили семье в 1740 году отправить подростка в Лондон на обучение граверу Юберу Франсуа Гравеллу. Этот француз в то время был важной фигурой в художественных кругах Лондона. Он передал ученику знания о стиле рококо, оказавшем значительное влияние на формирование художественной манеры Гейнсбурга. В 1746 году 19-летний юноша женился на Маргарет Берр и законорожденной дочери герцога Бафора, получавшей их ежегодное содержание в 200 фунтов стерлингов. Вскоре после этого супруги переехали в Суффолг и в 1952 году поселились в Ипсвиче с двумя дочерьми. Там Гейнсбург приобрел препутацию хорошего портретиста и пейзажиста, что позволяло ему обеспечивать семью. По большому счету Гейнсбург был самоучкой и искусство любимой пейзажной живописи постигал по картинам голландцев 17 века, которые к 1740 году стали популярны у английских коллекционеров. В его начальных работах видно сильное влияние Яна Вейнонса. Например, в первой татированной картине с ландшафтом Пультерьер Бемпер на фоне пейзажа многие элементы взяты прямо из композиции этого нидерландского живописца. Но уже в 1740 году во время создания Корнардского леса его главным наставником стал Яков Пан Рёйсдал. Хотя этот вид полон натуралистических подробностей, автор, похоже, никогда не творил непосредственно на природе. Если Гейнсбург задумывал писать пейзаж, он сооружал модель ландшафта прямо у себя в мастерской. И в дело шли любые подручные материалы, веточки, камешки, песок. Впрочем, в портрете 4 Эндрюс, написанном всего через год после Бультерьера, Гейнсбург проявляет собственную манеру и при этом предвосхищает реализм великого пейзажиста следующего века Джона Констебла. Эту работу называют самой английской из всех английских картин, а пейзаж на ней типичным видом суфока. Хотя Гейнсбург предпочитал пейзажи, он понимал, что по финансовым соображениям должен писать портреты. В родном графстве он сделал несколько полнометражных образов, хотя и довольно чопорных, но удивительно полно раскрывающих характеры моделей. Среди них отдельно стоит портрет Уильяма Уоллистоуна, одновременно и претенциозный по композиции и неформальный по духу. А простой натурализм и благожелательность дочерей художника, бегущих за бабочкой, созданных последние годы проживания в Ипсвиче, делают эту картину одним из лучших английских детских портретов. В погоне за заказами Гейнсбург переехал в 1759 году в курортный городок Батт, и вскоре его студию заполнили модные посетители. Художник, который хорошо играл на многих инструментах, быстро стал известен в музыкальных и театральных кругах. Он также был вхож во многие богатые дома, где познакомился с картинами Антониса Бан Дейка и попал под их очарование. Преобладающее влияние фламандского мастера стало заметно во второй половине карьеры Гейнсбург. В 1761 живописец отправил портрет графа Нюнджента в общество художников, и в следующем году в лондонской прессе появилось первое сообщение о его работе. На протяжении 1760-х годов Гейнсбург регулярно выставлялся в Лондоне, а в 1768 году вошел в число основателей Королевской академии художеств. Но интересно, что он никогда не принимал деятельное участие в совещаниях. После переезда в Бату художника было мало времени на пейзажи, и он много работал по памяти, часто рисуя ландшафты при свечах с настольных моделей. Примерно с 1760 года главным наставником Гейнсбург стал Питер Пауль Рубинс. Это особенно заметно в богатстве цвета и прекрасных кремовых постельных оттенках на картине, возвращения крестьян с рынка, а также в собранном урожае на повозке. Здесь он проявляется в плавности рисунка и масштабах больших буковых деревьев, столь отличных от приземистых дубов сухолка. Это идиллическая сцена, идеальное сочетание реальности и воображения. Прототипами фигур на повозке стали персонажи снятия с креста Рубинса, которое Гейнсбург скопировал в Кафедральном соборе Антверпена. В Бате Гейнсбург пришлось удовлетворять более изощренную клиентуру и перенять более формальный элегантный стиль портретов. Его подспорьем стало коллективное изображение семьи графа Пембрука, кисти Ван Дейка, которую он скопировал в фамильном поместье аристократов Уилтоне. Самая, пожалуй, известная картина Гейнсбург «Голубой мальчик». Вероятно, была написана в 1770 году. Изображая юноша в костюме времен Ван Дейка, художник следовал моде своего времени и одновременно воздавал дань уважения своему кумиру. Влияние Ван Дейка отчетливо видно в таких работах, как портрет Джона Кэмпбелла, четвертого герцога Аргайла, и портрет командора Августа Херви, соперничающих с произведениями Рейнольдса. Гейнсбург больше предпочитал писать друзей, а не публичных фигур, и ряд портретов 1760-х годов демонстрирует чувство юмора художника и его симпатию к отношению к натурщикам. В 1774 году Гейнсбург переехал в Лондон, где довольно скоро был замечен венциносной семьей. Король Георг Третий предпочел его официальному придворному художнику сэру Джошуа Рейнольдсу и в 1781 году поручил написать себя и свою супругу. Портрет королевы Шарлотты – один из немногих в творчестве художника, где на заднем плане присутствует занавес. В отличие от своих современников, Гейнсбург на драпировке не любил. Зарабатывая деньги портретами, художник не отказывался от ландшафтов. В 1783 году он совершил экспедицию в озерный край, чтобы лично увидеть живописные дикие места, восхваляемые энтузиастами. По возвращении Гейнсбург написал несколько горных видов, в которых есть аналогии с работами Гаспара Дюге, которые были широко распространены в английских поместьях. В заключительные годы, когда Гейнсбург преследовала ностальгия по старой доброй Англии, он написал серию картин из крестьянской жизни, скорее идиллических, нежели реальных, например, двери коттеджа. В то же время один из последних пейзажей «Поездка на рынок». Менее идеализирован и более натуралистичен. Рассматривая в нем свет, пробивающийся сквозь массивную листву, художник предвосхищает работы Джона Констебла. Гейнсбург был единственным крупным английским портретистом, который посвятил много времени пейзажным зарисовкам. Он сделал большое количество рисунков, мелом, пером, акварелью. Всегда стремился найти новую бумагу и новые методы. Такие этюды живописец никогда не продавал. И хотя многие из них тесно связаны с картинами, это не наброски в привычном смысле, а произведения искусства сами по себе. В 1724 году Гейнсбург рассорился с академиками, которые настаивали, что портрет «Три старшие принцессы» должен висеть на обычной высоте от пола. Сам же автор считал, что это слишком высоко и не позволяет оценить его легкость, мазка и тонкость рисунка. В знак протеста он снял все картины, которые намеревался выставить и больше никогда не демонстрировал их в академии. Томас Гейнсбург умер от рака 2 августа 1728 года в возрасте 61 года. По его завещанию был похоронен на территории церкви Святой Анны в лондонском районе Кью, известном своим пышным и разнообразным ландшафтом. Это оказалось самое подходящее место для художника, который любил пейзажи и стал известен благодаря элегантным мазкам и необычайному чувству света. После смерти Гейнсбуру его известный соперник Джошуа Рейнольдс посвятил коллеге свою ежегодную лекцию перед студентами и членами Королевской Академии. Он признал, что все эти странные царапинные точки на определенном расстоянии благодаря некой магии обретают форму и все части, кажется, становятся на свои места. Впрочем, именно Рейнольдс и стандарты, которые он предписал Королевской Академии, умолили посмертную репутацию Гейнсбуру. Результаты распродаж, проведенных после его кончины, были разочаровывающими. И публикацию серии гравюр ожидал провал. Хотя позже живописца назвали одним из основателей английской пейзажной школы, крупная претроспектива в британском институте в 1814 году мало что исправила в этой ситуации. Росту популярности Гейнсбуру и новому признанию его заслуг во многом способствовала Национальная галерея в Лондоне, которая в 1827 и 1830 годах приобрела его водопой и поездку на рынок. В своей лекции в британском институте 16 июня 1836 года Джон Констебл отдал дань предшественнику самыми трогательными словами. Пейзажи Гейнсбуру успокаивающие, нежные и волнующие. Тишину полудня, глубину сумерек, жемчужную чистоту утренней росы. Все можно найти на полотнах этого самого благожелательного и добросердечного человека. При взгляде на них у нас выступают слезы на глазах, и мы не знаем, что их вызывает.